Приветствую вас, уважаемые телезрители! Сколько ответов для верующей души содержало в себе прошедшее воскресенье 22 марта 2020 года, воскресенье, которое было посвящено Кресту Господню. Но в это же время во многих странах Европы закрыли храмы. Оправданно. Внешне оправданно. И у нас продолжается горячая полемика среди верующих о том, заразна ли чаша жизни, дары из которой принимаются во исцеление души и тела. Тот, кто боялся в то воскресенье, остался дома. И он прав, потому что у каждого есть интуиция насчет себя и близких. Тот, кто чувствовал необходимость быть в храме, пришел и услышал вопрос от самого Христа и ответ на все сомнения. «Какой выкуп даст человек за душу свою? Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий». А апостол Павел в то воскресенье через свое послание совершенно рассеял опасения верующих, приготовившихся к причастию в этот день, напомнив, что мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, и будем твердо держаться исповедания нашего. Он подбодрил. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мало кто знал, что в это воскресенье святейший патриарх Кирилл благословил совершаться во всех храмах нашей Церкви, совершать молебное пение во время губительного поветрия. «И тот, кто пришел, смог присоединить свой голос к молитве миллионов верующих». Ничего нет нечаянного в жизни. И человек – это одна из составляющих частей этого мира. Природа чувствительна к тому, что происходит. Она умеет постоять за себя, образно говоря, привести в рановесие все свои составляющие элементы. А может, действительно, посылаемое в эти дни бедствие для человека на самом деле снисхождение Божие только не к нам, как к незаслужившим Его, Его, этого снисхождения. Может, эта вселенная изолировала планету от присутствия агрессора, чтобы хотя бы на время очистить свои легкие от загрязнения, свои водные артерии наполнить чистой водой? Чтобы все живое вздохнуло от облегчения? Может, нам нужно посидеть дома с родственниками, чтобы понять, что общение с семьей – это то, что на самом деле нужно каждому? Может, так мы и научимся дорожить отношениями? Может, эта бацилла заставляет нас вспомнить о родителях, о людях пожилых? А может, кто-то задумается над смыслом жизни, для чего он живет? Задумается, как заполнять пустоту и излишек времени, которое раньше уходило на праздную суету? Знаете, в карантине в одной из соседних стран самым популярным товаром стала не туалетная бумага, как вещают оттуда многие, а приставка к гаджетам, к сожалению. Согласитесь, ведь этот вирус прямо сшит и подогнан под нас настоящих. Изоляция или наоборот, выполнение должностных обязанностей при существующем риске даны для духовного возрастания. «Но человек, как всегда, умеет все переиначить». Это весьма по-человечески. Взять последнее от жизни, навредить другому от досады, что одной ногой уже там нажиться на чужом горе. Такое ведь было еще и во времена Лютера. Слава Богу, до этого еще не дошло сейчас. Быть стервятником или героем – решать самому человеку. Под занесенной секирой. Кто-то и тогда выбирал быть героем. Это были многие врачи, ухаживающие за больными, и священники, которые причащали умирающих в жизнь вечную и сами шли за ними. Конечно, сейчас вирус не такой страшный, и медики знают, знают, что делать, и делают. И наше государство, информированное лучше нас, и делает то, что считает правильным, чтобы защитить нас и не только от угрозы заражения, но и от многих других психофакторов, о которых мы даже можем не догадываться. Поэтому, когда мы требуем карантин или что-то иное, что кажется нам нужным, подумаем. А почему этого не делают? На каждом из нас лежит ответственность за себя и близких. В данной ситуации мы можем спокойно выполнять все от нас зависящее, то, что считаем нужным делать, только без хайпа, без истерик, с молитвой и верой, с доверием и с благодарностью Богу и людям. Сильное государство – это союз ответственных граждан. Оно держится прежде всего на доверии и на способности рассуждать здраво. Каждый из нас может внести в спокойствие общество свою маленькую лепту. Мой личный шаг, так активно обсуждавшийся все эти дни, как долг пастыря, как гражданина, организация облета города Мирска с чудотворным образом Божией Матери и крестом-мощевиком, с частицей животворящего древа Креста Господнего. И эта инициатива родилась в ответ на многочисленные просьбы верующих меньчан, которые, к слову, являются частью нашего общества и представляют белорусский народ, а не группу необразованных мракобесов из Средневековья. Кстати, это не первый опыт воздушного крестного хода. Начало было положено еще в 1999 году и впредь станет доброй традицией. Те, кто просил о крестном ходе, об облете – образованные люди, жители нашей столицы. Среди них есть и медики, и врачи-вирусологи. Они прекрасно понимают, что облет с иконой города не борьба с коронавирусом, и тем более не дезинфекция столицы святой водой. Представьте, и такое пришлось слышать. Патриарши Экзар-Всея Беларуси митрополит Павел не пиарится летал в небо. Патриарши Экзар-Всея Беларуси Патриарши Экзар-Всея Беларуси Патриарши Экзар-Всея Беларуси Патриарши Экзар-Всея Беларуси которая испокон веков была защитницей Минска. И герб нашей столицы этому доказательство. Не дезинфицировать город летал его Высокопреосвященство. Он не служитель Санэпидемстанции. Но я надеюсь, что капли, Отлетавшие от винта вертолета попали в души некоторых людей и очистили ее от скопившихся ядов злословия, зловония и излишков желчи, которые выливаются на всех, кто пытается жить не по их циркулю, а по Слову Божию. Те, кто стоял на молебне перед вылетом, чувствовали, как искренне звучат написанные веками назад слова из их души, от людей, живущих в 21 веке. В эту минуту в храме памятники, они стояли без масок царя природа, властелина вселенной, всезнающего и правого. Это были простые люди, осознающие свою беспомощность перед лицом неизведанности и просящие Господа о милости. Впереди непростой путь, ведь никто из нас не имеет опыта жизни во время эпидемии. Нам всем нужна взаимная поддержка, взаимное понимание и наша взаимная молитва друг о друге. Мы должны быть вместе, несмотря на расстояние друг от друга в метр или два. Может быть, мы не можем обнять друг друга даже чистыми руками, но можем обнять друг друга любвеобильным сердцем. Не страх животное, а страх Божий должен быть с нами и в нас. Мы должны бояться не заболеть, а прийти к Богу неготовыми. Но чтобы так думать, нужен определенный настрой духа. Одновременно давайте не будем ленивы в употреблении средств и мер предосторожности, предписанных нам врачами. Говорят, одна молитва праведника может спасти весь мир. И в этом нет сомнения. Может, кто-то именно сейчас один ведет свой неспешный искренний разговор с Богом и тем самым держит всю планету, как Атлант. И у нас есть удивительная возможность помочь Ему подставить и свое плечо. Бог медлит, потому что любит. Нам дано время, чтобы провести внутреннюю ревизию и измениться к лучшему. А потому пусть каждый из нас проживет эти дни, этот великий пост, напряженной духовной жизнью. В меру своей веры, в меру своего духовного опыта и понимания духовной жизни. Тогда и мы будем надеяться на милость, подобную той, которую Господь применил к неневитинам. Помните. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них. И не навел. Мы сами не заметим, как опасность минует. И представьте, какой радостной и настоящей будет наша Пасха. Пасха, о которой во всеуслышание сказал глава нашего государства во время встречи с послом Китайской Народной Республики. Я молю Бога, чтобы мы и дальше вот таким образом прошли этот пик. Выдержим до православной Пасхи. Значит, жить будем. Да будет так. Бог нам всем в помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Продолжение следует...